Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Которые тебя приводят в норму Но пока кушаешь Ты, короче, абсолютно все забываешь Все три месяца, которые я была на лечении У меня слились в один день Стерлись как Карандашный очерк пластиком Не знаю, как сказать Давай свою айдишку ВК Можно найти в инстаграме Ссылка на страницу есть И тут я не помню просто, есть ли Что-то такое Затупило Часто ли не хватает того, чего нет? Смотря что считать этим чем Я думаю, этот вопрос был про мозги И да, часто не хватает Ты предпочитаешь смотреть в кино дома или в кинотеатре? Конечно дома В кинотеатре, особенно на 3D, меня вырубают Что ты хочешь забыть? Все, что я хочу забыть, я забуду Не волнуйтесь Часто расстраиваешься по мелочам Ну а иногда, когда у меня начинается Прилив такой вот печальки, хуймыки И я начинаю так Ой, блин, а вот там вот я вот так неправильно сделала Здесь вот так вот А тут вообще какой-то пипец Вообще просто А! Забудет Если то, что тебя расстраивает Есть Это слишком медленный рост И еще кошки опять гирлянду мне сломали Отгрызли Что в последнее время тебе больше всего нравится? Или может даже кто? Что мне в последнее время нравится? Хм Шабуха Что мотивирует тебя? Меня мотивирует то, что каждый день жизни Мне нужно что-то отдавать, чтобы что-то получить Но то, что я получаю Это не всегда то, что То, чего хватит надолго Типа я такая А! Надо достать где-то денег Надо достать Реквизит Надо то Надо все Надо еще успеть как-то Преобразиться Немножко почитать И Короче Ау Алис Не хватает времени Что мотивирует тебя? Ну, я только что Так Кто из людей может согреть твое сердце? Оно есть вообще? Как использовать прямокод на юбер? Я не знаю Я на юбер не катаюсь Что тебя больше всего порадовало за сегодня? Ну Я проснулась Я схила антидепрессанты И теперь мне хорошо Какой самый добрый поступок сделан тобой за эту неделю? Я кормлю кошек Пуличного Так Чем любишь заниматься в свободное время? Сублимировать Сублимация это очень важно Это Твой Твой телочок Господи, как это неправильно звучит Короче, ладно Чем я люблю заниматься в свободное время Это ложиться спать В гольф интересно играть Выглядит как-то скучно Но когда ты стоишь на дорожке И пытаешься загнать мячик в лунгу Тут работает твой глазомер И Насчет реакции не знаю У меня плохая реакция Поэтому я не знаю Вот Ну, в принципе, если пару раз поиграть То она довольно нормальная Игра Сколько раз у тебя было чувство улюбленности? Давайте-ка подумать Разу три Ну Или два Я не знаю С кем гуляешь в основном? Какие любимые места? Я в основном я не гуляю Потому что я боюсь выходить на улицу И вот там люди Если я гуляю Я гуляю ночью И Когда как В общем Либо одна Либо не одна Лучший рэпер, по-твоему, это кто? Гарри Топа Или Оксимирон У Оксимирона полно смысла Но слишком, типа, такая вот Быстрая читка Ладно 50 сент Ты страдаешь прокрастинацией? Вполне Вполне Я думаю, надо из себя это уже выдирать Убирать И продолжать жизнь с чистого листа Уже более собранным человеком Плагиат это хорошо или плохо? Смотря где Опять же Например, художники В основном вдохновляются старыми картинами Там чем-нибудь вдохновляются И рисуют нечто похожее Я не скажу, что плагиат это хорошо Потому что нужно не только уметь плагиатить и копировать Но уметь что-то привнести в это свое Как-то по-особому написать Или Чего-то добавить Тогда это уже не плагиат Это закус Как попросить то, о чем стесняешься попросить Смотря что за вопрос Можно даже поговорить с людьми И спросить у них ненавязчиво Допустим, на какие вопросы ты бы не стала отвечать Или какие Какие темы для тебя являются табу И тогда можно смело Спрашивать про то, о чем ты хочешь спросить По крайней мере, это очень завуалированно получилось Я думаю Делаешь ли какие-нибудь физические упражнения Да, я встаю с кровати Ложусь на кровать Все, я лежу Ну, короче, у меня от физической нагрузки Очень страдают суставы Потом суставы могут распухнуть Это адская боль Я не могу пошевелить конечностями, когда так происходит И особенно если это происходит где-то далеко от дома Это все До свидания Скоро я помню и здрасте Ответьте мне, пожалуйста Что первым замерзает на морозе Первым замерзает на морозе Это нос А потом идут ноги Особенно если ты одел ботинки Которые можно носить только осень-весна Вот И как-то раз я получила обморожение Спасибо, что живой Фраза, которая опишет тебя Лень Как ты относишься к фильмам и сериалам про зомби Вообще, я, конечно же, боюсь зомби Но смотреть про них меня веселит Если начнется зомби-апокалипсис Мне кажется, я сброшусь с крови Ты счастливый человек? Ну, опять же, все в этом мире относительно Если закрыть некоторые нюансы Которые решаются валютой То да Мне классно, мне здорово, мне замечательно И лечусь И только одна проблема Которую мы говорить, конечно же, не будем Что тебя разочаровало в последний момент? То, что булка нифига не научилась После прыжка в окно Она упала второй раз И второй раз Мне пришлось ее искать И вот теперь У нее что-то не в порядке с лапками Я буду внести ее, наверное, завтра Или сегодня даже Чуть позже вечером К ветеринару Потому что, блин Я не хочу, чтобы мои кошки страдали Даже если это просто ушиб Надо что-то сделать, чтобы его убрать Чтобы кошке было не больно Если это перелом, то тем паче Потому что потом, если перелом срастется Ей придется ломать заново конечность Который был перелом И я говорю Я очень не хочу этого Это очень страшно Какая была твоя первая работа? Ну, изначально я делала маме массаж до 100 рублей Ну, типа массаж ног Вот Потом я ей помогала во флористике То есть она тоже давала денежку Потом Я была курьером Ну и дальше не важно Потому что тут самая первая работа Самые смешные животные для тебя Это Вомбаты А также кошки И еще есть Землеройка Они миленькие Нравится ли тебе российский кинематограф? Знаете, есть Опять же Фильмы, которые заходят Есть фильмы, которые Фильмы, которые не заходят Там, где снимаются Всякие американские фильмы Зарубежные Там тоже есть такие фильмы Которые не заходят И поэтому они не доходят до нас Все просто В какой одежде тебе комфортнее всего? В одежде бомжа, блин Это ему Это, короче, как это называется Балахону Уже, по-моему, лет 5 или 6 И, типа, он разваливается Я такая Нет, мне он нравится Я оставлюсь теперь Может, обрежу куда-нибудь Может, что-нибудь придумаю И сделаю из него что-то Такое Бомбическое Для меня Так Ну, разумеется, я бы ответила На этот вопрос более коротко Типа, одежда, в которой В которой, блин, удобно Где есть карманов Куча И, возможно, разгрузка Все Какая песня Последняя была добавлена В твой плейлист? Некрещенная луна 7b Ну, типа, я Название песен Тоже, наверное, не запоминаю Жизнь интересненькая Что больше всего Тебе нравится в жизни? Какая цель? Цель? Умереть Да ладно, шучу Ну, вообще, даже Жизнь-ка-то интересненькая Но С моими болезнями Она останется в своей Порте Я просто надеюсь, что Когда-нибудь Все это кончится И я смогу Вообще Додумать о том Что у меня есть Какие-то проблемы А эти проблемы Уже не будут проблемами Записимся Чем тебе хочется Заниматься в жизни? Музыкой? Хочу петь Музыкой Лично, которой Возможно Не суждено Встать Реальностью Я постараюсь Я постараюсь Предложить К этому всем усилиям Чтобы Все мечты Такие Осуществились Что сегодня Было Запоминающимся Запоминающимся Мне кошка Жаловалась На свою жизнь Как раз Булка Ну и мы с ней Поспорили Немножко То, что Ей не стоит Носиться по квартире В таком темпе Если она не замечает Где есть стекло А где нет стекла Смешная Для чего это настроение От чего она зависит Ну В целом Да, я могу Впасть в печальку Есть Короче, три стадии Печалька Грусть И депрессушка Последнее Это Это называется Не ищите меня Я сдох А вот Из первых двух В принципе Можно Вылезть Короче Я не буду Приводить примеры Потому что Это слишком Легко Настроение Зависит от того Какие Дела И действия Происходили Со мной Зади Вот Что именно Нас делает Счастливыми Серотонин Дофамин То, что Нам нравится Да, конечно Были у меня Такие ощущения И они иногда Останутся Но мы Это стараемся Вылечить Потому что Кому она Как не сдалась Последнее Что тебя Разочаровало Вопросы Повторяющиеся Почему они Повторяются Откуда берется Пыль Зачем ее Портировать Если она Все равно Появится Ну, во-первых У многих людей Развивается Аллергенопыль Во-вторых Пыль Это Космический Осадок Можно сказать Так Она Обязательно Будет Протирать ее Надо, чтобы Потом Не ходить И не охреневать Отчего у тебя Бронхи Тангина Там еще что-нибудь Оставляя По полу Просто следы Как на снегу Да, из-за пыли Мне кажется Никому не приятно Жить Агрессив Пыль Как-то так Любимое блюдо Что можно считать Блюдом Мне нравится Брокколи Манная каша С комочками Сельдерейчик Сыр и гречка Да Вкусно На какого Просто не знаешь Ответ На этот Нравится Иловый запах Да Особенно Мне нравится Сосновый запах Это напоминает Мне о Карелии У тебя есть Лучший друг? Если да, то кто? Я не знаю Кем считает Себя По отношению ко мне Мои друзья Но скажем Лучший друг Это Кристоф Ну логично Наверное Наверное логично Ну не только На самом деле У меня еще сестры есть Поэтому Сестры и Кристоф Зачем тебе пить таблетки? Как по мне Ты в порядке Ну А знаешь Когда у тебя начинается Депрессия А до этого Еще разные Галцинации Слуховые Наследательные Обонять То Мир уже Начинается Начинает Казаться Более Врождествен У меня Например До сих пор Сохранился Страх людей Я не могу Находиться Среди Какой-то толпы Особенно В одиночку Если я еду Куда-то В одиночку Мне Просто Пипец Как стремно Приходится Постоянно Слушать музыку Потому что В каждой локации Играет своя музыка Даже если Остальные люди Ее не слышат Вот Это Как бы Немножко Поэтому Мне надо Пить таблетки Тем более Они мне помогают И не Делают Из меня Человека Как этого Я Никита Летвиньков Я люблю Борщ С капустой Но не каша Отсылки 2010 год Спасибо тебе За то Что ты был Вообще Следить Что происходит В мире Кроме твоих Тачек Я не знаю Про какие Тачки Идет речь У меня нет Тачек Серьезно У меня нет Никаких Тачек Зачем Мне следить За кем Если Я в своей Жизни Пока Немножко Не могу Даже Разбираться У тебя На стене Висят Какие-либо Постеры У меня Когда я жила В общаге Висела Картина Короче Черепамяти Сама Ее нарисовала Два Постера С анимешками С девочками Ну Они такие Ну Прикольные В общем Ладно Не суть И вот Остальные Вот это Мои постеры Это можно Читать Постерами Так Как ты Относишься К проекту Хайп Кэмп И его Судим Э Вопрос Который Был актуален Месяц назад Я бы Наверное Не пошла Все-таки На Хайп Кэмп Короче Нафиг Нафиг Потом Когда-нибудь Подумаем Что из этого Можно было бы Извлечь Кроме Кроме Типа Вот это Вот Резкая Популярность Которая У блогеров Постальных Появляется В каких Редакторах Обрабатываешь Фотки Я вообще Обычно Фотки Не обрабатываю Просто Ну Блин Цвет Коррекция Контраст Все Это можно Делать Вконтакте Это можно Делать В фотошопе Это можно Нет Это нельзя Хотя Нет Короче В Майпэйнт Это делать По-моему Нельзя Так что Вот Все Бывает Такое Что знакомый Человек Се раздражает Конечно Бывает Конечно Я правда Не задумываюсь Обычно Тем Что именно Меня в нем Раздражает Я просто Хочу Свести Наш Диалог Если он Длится Если он Начался Уже К минимуму И тогда Все нормально Место Где ты Проводишь Больше всего Время Это кровать Я и кровать Это Неразделимые Вещи Как выкинуть Из головы Человек Который Отказался От тебя Но Кто От него Нет С этим вопросом Я очень долго Пьюсь Поможет Только Сублимация Сублимация Вам даст Не только Успокоение И занятие Чем-то Что Либо Расслабляет Потому что Не нужно злиться Когда допустим Занимаешься валянием Это очень долго Все Это очень долго Кропотливо И Результат Стоит того Чтобы это все Вытерпеть Короче Сублимация Может Отражаться В какой-нибудь Писанине Может В какой-то Музыке У меня Это было Именно В подделках Руками Типа Воляния Создание Оаков И прочего Такого Странного Принесла А то и домов А то и метро Собственное Построит Вот На что Можно было бы Потратить Миллиард На нужды На помощь Людям Там Пожелом Например Много на что Каждый сам решается Для чего Ему это Зачем Был бы Этот Миллиард Вот почему Так Ты хочешь Дать человеку Все что Он хочет А ему Это все Нужно Только От другого Человека Ну Чего могу сказать Поздравляю Вы нашли Борду В очевидении Мастер Я не знаю Почему Это происходит Серьезно Возможно Дело От феромонова Возможно В том Что Вы действительно Не подходите Друг к другу Сложно Вы просто Не спрашивайте Меня Когда Я выхожу в таком состоянии И все Ну и светули Так Ты умеешь прощать И что Никогда не простишь Ну Вообще Да Я умею прощать Но Если хочешь Потерять друга Одолжи ему денег Вот Понимаешь Да Если бы У меня были Точнее Остались Такие друзья Я бы Им это Не простила Меркантильное Может быть Но Блин Я работаю Для того Чтобы Кто-то За мой счет Где-то Шоковал Ок Если это не кошки Только Если парень Поднял руку С ним Стоит сразу Расставаться Вполне Вполне Конечно Если бы Ты Только Не заслужила Этого Потому что Иногда Бывает Ёжик Что-то Переклинивает И Хочется Ему Вмазать Либо Кого-то Просто Бесит Тое лицо И ты такой Оп Здравствуй Однозначно Если поднял руку Один раз Поднимет А еще Какие чувства Испытываешь При первом свидании Если считать Самое первое свидание И самую первую Влюбленность То это Как это у меня Была картинка Короче Там девушка Поднимает майку И у нее Змеи И бабочки Из живота Вылетают Вот точно Такое же ощущение Такая Такая Легкая Щекотка Под ребрами Мозг Просто Становится Становится Не серым А розовым Потому что Тебе кажется Что все Вокруг Прекрасно Допамин Серотонин Который Выбрасывает Тебе В кровь В кровь Да И заставляет Просто Говорить О том Что ты Улюбился В тему На первом свидании Чувствуешь Тебя Очень Неловко Либо Очень Много Радостей Честно говоря Я не смогу Об этом Разговаривать Потому что Не сыт Не соль На рану Не говори На взрыв Не сыт Не соль На рану Она еще Болит Нормально Что через Две недели От приема Флокситина Он перестал Отбивать голову Две недели Но Это зависит От Дозы Конечно же Этого Флокситина То есть Если ты Пьешь Большими дозами По две таблетки Три раза в день Как это делала я То вырабатывается Толерантность К этому Веществу И Конечно Ты будешь есть Ты можешь Правда Ограничить Себя Диетой Какой-нибудь Любой Не важно И тогда Флокситин Если еще Купишь МКЦ Это такие Таблетки По-моему То ли отруби То ли дрожжи Для ногтей Волос Они короче Когда попадают В желудок Распухают И тебе не хочется Есть Вот Вот Это тема Если Надо похудеть Берем МКЦ Может быть Флокситин Хотя без него Тут можно обойтись И Собственно говоря Где я тут Все Как у Москвы Найти хорошего Бесплатного психиатра Это сложнее Я не знаю Честно говоря У меня Мама Меня записала К психиатре Я к ней сходила Теперь я к ней хожу Тут Зависит все От того Насколько Компетентен Врач В основном Как именно Проявляются Твои шизы Образы Голоса У меня не только Образы Голоса У меня Из зеркала Выходят Существа Разные Изначально Когда все это началось Да Это все началось Из бессонницы И С истерики Я открываю глаза Ночью И Передо мной В ногах Сидит Нечто У меня красные глаза Два ряда зубов Это лысое существо Которое напоминает Просто Какого-то жаробас Который резко похудел И у него Вот так вот Ноги Буквызюют Три пальца Три пальца На каждой руке Вот так вот С глинными ногтями И На самом деле Первое время Это было очень страшно Очень страшно было Идти по улице Потому что Из-за машин На тебя выпрыгивали Черные тени Ты пугаешься А их Ты понимаешь Что ты сходишь с ума Просто сходишь с ума Но это только Изначальная стадия Потом Они начинают С тобой разговаривать Они показывают тебе Свой мир Они приводят Кого-то еще Чтобы показать им Нас Это Стремно В первое время Но только В первое время Потому что Ты с ними Дружишь И общаешься В одном человеке Может быть Более одной сущности С ними можно О чем-то договориться Их можно Использовать Бартером В своих целях Например Откуда-нибудь Выбор Я дальше Рассказывать Пожалуй Не буду У меня Начинается Тремор Отбышка Потому что Это страшно Это страшно Ну вот еще Мы были Когда я была в школе На уроках Пять глазами Возникали Картинки Разные С сопутствующей Мелодией Вот И Меня не отпускало Пока я Ее не зарисовываю То есть У меня Врубало слух Была только Эта мелодия И перед глазами Только определенный Образ Я его переносила На бумагу Все Оно пропадало В какую клинику Ты ходишь Она находится На смоленской Голубой ветке Если выйти Сразу лево Там есть дверь И по-моему Это то ли первая То ли вторая То ли единственная Психиатрическая больница Как найти реальных друзей В виртуальном мире Надо играть В разные игрушки Которые прикольные Типа Lord of Warcraft Что у нас еще есть Прям забыла Ну короче В онлайн игры играешь И все замечательно Голубой Чтоб тебе игра нравилась И остальные Тем кто играет Есть любимый автор Кого посоветуешь Почитать Ну Как-то сказать Любимый автор Конечно же Как у всех Таких Не таких Короче Боровских И раньше Мне очень нравился Исея Потому что Его вот эти Стругальческие стихи Очень совпадали С моим Мировоззрением Что ли Ну вот Как-то так Типа Мы должны Страдать Чтобы получать Что-то Заметное Ну Я разумеется Это Уже не одобряю Потому что Человек может быть Частливым Если он Сам Познает Что такое счастье Для него И Начнет что-то делать Как ты думаешь Какая твоя Самая плохая черта Характера Я помню Чудное мгновение Я помню всю свою жизнь Короче Я очень Извала памятна Очень Я думаю Что это Плохая Все-таки Чертка Ну и конечно же Иногда Примешивается Лень Когда последний Звонок в этом году Я не знаю Я уже давно Закончила школу Что является Основой твоей Жизненной философии Не спеши А то успеешь То что Должно Быть Твоим Будет Не важно Сколько времени Пройдет Оно будет Твоим Конечно же Если все равно Опаздываешь То зачем Торопиться Зачем тратить свои нервы И пытаться Что-то Нет Не что-то сделать Конечно же Ну короче Пытаться успеть Если ты все равно Опаздываешь Как на личном фронте Ну Замечательно на личном фронте Там трупы валяются Тут взрывы Блин Боянщикам Говорить очень здорово Ну Ладно Скажу просто Что Все Хорошо У меня есть Я У Я есть Я У меня есть Монстры И зеркало И кошки Жизнь прекрасна И удивительно Посоветую Крутых приложений На телефон Электричка Метро И Заметки Я не знаю У меня телефон Просто Тянет только Карта метро Ask FM Kate Mobile И все Как Почему Должно быть памяти Много Но нет Покажи Фотокомнаты Очень оригинально Нет Нет Не надо Даже если Не смотреть на то Что я Бардак уже прибрала Я Не хочу Показывать Свою комнату Возможно Не забыть Человека Которого любишь Если это настоящая любовь То нет Сорян По-моему Такой вопрос Уже был Любимое мороженое Я могу назвать Самое нелюбимое мороженое Это с фисташками Я не понимаю его Типа Соленые орехи В сладком мороженом Хрень Мне больше всего нравится Щербет Всякий фруктовый лед Ну вот Такое Что-то Что Прям Стреляет По вкусовым рецепторам И что Разумеется Освежает Поделись Рецептом Своего любимого Блюда Короче Смотри Если у тебя дома Вообще ничего нет Но есть горчица Черный перец И сыр Я предлагаю Сделать следующее Взять сковородку Либо налить масло Либо воды на нее Чуть-чуть Ну Типа Чтобы Можно было Отлепить сыр Бросаешь сыр Сковородку Ну Лучше не бросать Конечно Лучше выкладывать Тоненькими кусочками Сверху Мажешь горчицей И посыпаешь перцем Так Держишь Пока Сыр Полностью не расплавится Потом Снимаешь С огня Огонь Разумеется Выключаешь Ждешь Пока Эта пища Немножко Настынет И вот тогда Просто Божественно Короче Это рецепт Можно туда еще Лука добавить Но лучше Сделать Мой классический вариант Не говори своему другу То чего не должен Знать твой враг Согласишься С этой мыслью Конечно Потому что Мы друг с другом Знакомы Через 6 Рукопожатий И люди Знаете ли Ну Редко Бывают Такого Склада ума Чтобы Не обсуждать Короче Остальных Людей Будь то Друг Враг Короче Если Это тайна То Тайна Должна быть Только С одним Человеком Если Знает Об этой тайне Больше Двух Людей То Это Ужен С кем Хотелось Тебе Познакомиться Из Аска Вживую Я не знаю Итак Как Понимать Ну Я бы На самом деле Со всеми Вживую Познакомилась Может быть А может Нет Я не знаю Не надо Мне третировать Такими Вопросами Как ты считаешь Что делает Внешность Человека Что делает Внешность Человека Привлекательной Серьезно Я не знаю Я серьезно Не знаю Для меня Все либо Для меня Все люди Либо уродливы Либо просто Великолепно Красивы Все зависит От того Как я воспринимаю Мир От таблеток Короче Зависит Понимаешь От таблеток Как относишься К деньгам Что мне подвластно К деньгам Деньги Это зло И зла Постоянно Не хватает Наверное Как каждому Из людей Которые Живут в социуме Я бы Наверное Даже если бы У меня была Возможность Уйти в лес Я бы Ей воспользовалась И жила бы В лесу Но Есть одно но В леса Постоянно Кто-то Перекупает Или еще Что-то случается Короче Даже если ты Ну Конечно Без разрешения Построишь там дом То если туда Придут какие-то люди Ты не сможешь Ну доказать Что это дом твой Потому что Получается Что ты нарушаешь закон Ты не платишь налоги И это все Очень страшно И очень стрёмно Вот Короче Деньгам Не подвласт На вольную жизнь Вольную В плане Не клуба Тусовки Всякая херня Да И там Завтрак во Франции А именно То что ты Свободен От всего От привычек От денег От всего Я думаю Конечно Я знаю Такие обитают В Кащенко Какие странные фразы Ты используешь В своем разговоре Парефитроли Вы знаете Что такое Парефитроли Вот я По-моему В пятом Или в шестом Классе пыталась Докопаться До учителя По-английскому По-моему Да По-английскому Что такое Профитроли И он никак не хотел Говорить И вот только В этом году Мне Мама привезла Такие кругляшочки С кремом Ну Кругляшок Естественно Внутри крем И короче Это профитроли Оказалось Прикиньте Я столько Я думала Что же это такое Нет конечно Мы самые умные Мы в интернете Смотреть не будем Потому что Это несчестно Поэтому я Думала Что такое Профитроли А вот это Сказать себе Роженки Такие Забавно Ты считаешь Каждый человек Должен быть воспитанным Да Я считаю Что каждый человек Должен быть воспитанным И у каждого человека Должны быть Какие-то Рамки приличия И остальные люди Это тоже Должны понимать Но Чаще всего Мне такие Не встречаются Чаще всего Не встречаются Чаще всего Не встречаются Нормальные Адгутные Ребята Да Так Самая умная рыба Дельфин Они умеют шутить Вообще Да Как бы Допустим Мы не будем сейчас Рассмотрим Дельфинов Мы возьмем За пример Китов Короче Там нравится Некий Иноземный Лексикон Типа Это как у нас Кахтавость Или как у нас Французы Итальянцы Негры Учатся Разговаривать По-русски Типа Акцент И У них Короче Считается Сексуальным Акцент Из Другого Полушария Из Другой части Короче Океана Так что Все не так просто Кто твой идол Почему Горшнев Он был мне как отец Я влюбила всем сердцем Жаль Жаль что нашел Какой подарок Был самым приятным Лучший подарок Для меня На это на рождение Это Либо доска Для маркеров Либо деньги Потому что Потому что Я уже озвучивала Почему выше Да и меркантильный Наверное Это стоит Не называть так Идеальный зимний вечер Это Это Идеальный зимний вечер Это когда ты Не выходишь на улицу Целый день Смотришь сериальчики У тебя есть еда У тебя есть вода Разумеется Да Бледик И горячий шоколад Смашмеллоу Вот это Классно Надо будет как-нибудь Провести А И еще находишься Полумраки Горят огоньки Разные Вот эти вот Типа гирлянды Машурависи И шарики Я думаю Я так и украшу Потом Когда-нибудь Своё жилище Если я доживу Конечно До этого времени Типа в комнате Всегда праздник Это Как мне кажется Красиво Как понять Есть Остались ли Чувства Есть Остались ли Чувства У У Меньше Трех Ну Блин Это Сложный Вопрос Это Можно просто Подойти Напрямую Спросить Но Тут Все Дело В Возрасте Я Знаю Это За 16 Лучше Вообще Не Заикаться Об этом Что Думаешь Про Бодибилдинг Хотелось бы Им Вниматься Вниматься Нет Но Я знаю Одного Бодибилдера Который Учился В своем Школе Как бы Он хороший Человек И Если Ему Это Нравится Почему Ну Я отношусь Нитрая То есть Я бы Допустим Не стала делать Из себя Какую-то Фитоняшу Потому что Конечно Да Здорово Это мышцы И все Такое Но Когда у тебя Появляются Бицепсы Трицепсы И ты Девушка Ты Не сможешь Одеть Какой-нибудь Платье И выглядеть Хрупкой Потому что Ты будешь Выглядеть Как Качок Который Надел Платье Ну По крайней Мере Все Что я Видела В таком Платье Это Качок В женском Платье Транцуха На выгуле Чтобы день Стал идеальным Нужно Чтобы 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 У меня Пропал Страх Людей И наконец-то Я могла Спокойно Научиться Петь Все Это Много знакомых Служили Или служат В армии Какие у них впечатления Честно У меня только Брат в армии служил Про всех остальных Я не в курсах Я Вообще Не общаюсь С людьми Почти Ну Опять же Это Маленький Маленький Круг Который У меня Образовался За весь Период Моей Жизни Наверное Это даже Печально Не знаю У тебя Много Врагов? Ну Врагов Если Понимать Смотря Что Понимать Под Неименованием Враги Люди Которые Люди Которые Ко мне Хероват Нас Да Их Довольно Много Для меня Одной Да Что-то Более Кромопролизное Не знаю На даче Иногда Все-таки Приходится С кем-то Дураться Это Не круто Серьезно Это Не круто Где Обычно Смотришь Прогноз Погода Я Обычно Не смотрю Я Обычно Говорю Что Хочу Солнце И Солнце Есть Хочу Дождик И Дождик Есть Сейчас Я Хочу Не Выходить Из Дома И Я Не Выхожу Из Дома Это Ле Не Чудо Какие Нерецензионные Программы У тебя Есть Все За которые Надо Платить Сорян Я Не Такая Богатая Чтобы Платить Несколько Тысяч За Пробу Но Я Очень Благодарна Пиратам Благодаря Им Я Тоже Стала Пиратом Как Мечтала В детстве Как Перестать Бояться Стоматологов Вопрос Еще Сложнее Потому Что Зубы Это Моя Больная Тема Я Очень Боюсь Что Когда Нем Будут Просто Их Выплевывать Как Некоторые Мои Знакомые Поэтому Можно Сказать Что Я Сама Боюсь Стоматологов Где Планируешь Получать Образование Очень Смешно Блин Очень Я Не хочу Больше Института Поступать Ни в какие Я Хочу Что Начать Развивать Своё И вот У меня Есть Полгода Оставшиеся Полгода Когда Я Должна Что То Делать Если Ничего Не получится То Проще Будет Наложить На себя Руки Либо Всё Продать Всё Что Есть Реально Всё Что Есть Продвигаться Автостоп И я Не знаю Куда Меня Это Тогда Завезёт Что Со Мно Будет Но Это Единственное Моё Решение Которое Я Могу Принять Разумеется После Этого Нравится Когда Приправы Добавляют Леду Или Они Только Портят Настоящий Вкус Когда Как Смотрю Что За Блюдо Смотрю Как Его Запортачили И вообще Смотрю Каким Оно Должно быть Иногда Нравится Иногда Нет Даже Соль Это Можно Считать Приправ Много Фантазируешь Нет Я Вообще Не Фантазирую Моё Время Для Фантазии Это Либо То Что Уходит На Териалы Либо То Что Уходит На Работу Ну Короче Нет У Моя Каждая Структура Волос Она По-своему Уникальна По-своему Идеальна И по-своему Красива Особенно Если Ухаживать За волосами Где Зимой Можно Гулять На Вднх Можно Гулять Где Угодно Где Расчищены Дорожки Но Только В удобной И теплой Обуви Не Страшно В лифтах Не Страшно В лифтах Ездить Страшно Конечно Я Ужасно Болюсь Замкнутого Пространства Это Клаустрофобия И Если Лифт Едет Больше Пяти Минут А это Иногда Бывает Когда Тебе Надо Куда-то Повыше Забраться Ух Меня Прям Накрывает И Становится Очень Круто Есть Что-то Что Коллекционируешь Или Хочешь Конечно Есть Я Коллекционирую Кошек Я Коллекционирую Фигурки Кошек Принцы С Кошками И Много Чего Еще Я Глобально Люблю Кошек Хорошо Знаешь Грамматику Обращаешь Внимание На Чужие Ошибки Когда Как Иногда Можно Простить Потому Что Иногда Либо Тупит Т9 С С Липон Комптор Либо Человек Не Попадает По Клавишам Потому Что У него Дофига Много Всяких Бесед Открытых Всяких Диалогов И Надо Туда Написать С Бегать И Потом Все Так Уже Начинать Бесить Вас Не Бесило Разве Так Эстафета Сколько Максимального Количества Лайков Кто Первый Друг Кто Первый Подруг Короче Не надо Восстанавливать Сразу Сторон И Все Там Все Есть Все Ответы На Ваши Вопросы Домашние Животные Да Или Нет Конечно Да Если Да То Кто Кошки Если Нет То Почему Назови 5 Плюсов Или 5 Минусов В зависимости От У меня Кот Мячик Приносит Когда Я ему В стену Кидаю Он Так Побежали Приносит Кладет Мне его В руку Тип Давай Еще Вот Ну Допустим Мы ставим Два Плюса И поставим Например Три Минуса Минус Это Аллергия На Кошек Я Плюзу Прости Аллергия Спасибо Люблю Кошек Второй Если У вас Кот Такой Знаете Мышечный Такой Прям Вообще То То Он Может Вам Просто Снести Что А Нет Все Нормально То То Если У вас Две Кошки Допустим Они Могут Играть Друг С Другом А Потом Что Ни Сломать Или Что Разбить И Тогда Вообще Не Круто Получается Бить Кошечек Конечно Не Хочется Но Пин Для Небольшого Пластикового Тапочка Дайте Типа Блин Я видела Чтобы на ней было дофига памяти Типа Хотя бы 12 часов Тогда Это Было Здорово Любишь Играть Люблю Какой Стиль В одежде Нравится У Каждый Человек Должен Быть Свой Стиль Вот У меня Свой Стиль Такой Немножко Пришипный Какая Музыка Тебя Может Вдохновить На Сам Деле Абсолютно Любая Мне Нравится Слушать Классику Типа Шопена Бетховена Баха Вот Ну Как бы Мне не принципиально Что слушать Главное Чтобы это было Слушабельно Где Можно Остановиться В твоем городе Посоветую Хостел И гостиницу А смотря Что считать Моим городом Там Где я Сейчас Нахожусь В принципе Есть Хостел И он Находится На Другой Стране Так Биография Какой Знаменитости Тебя Интересует Меня Биография Мэрина Мэнсона Вот Пожалуй Оба этих Двух Персонажей Мне хотелось бы Знать Больше Скрены Диалогов Я Оставить Не буду Скажем Так Я не очень Люблю Когда Мое Личное Пространство Кто-то Пытается Занять А Мои Диалоги Это Тоже Часть Много Пространства Где Чаще Сшопишься На Барахолках Обожаю Барахолки Секунд И Алиэкспресс Тоже Неплохая Тема Стоит ли Сдавать Вопрос Ответ На Который Человек Слышать Не готов Я думаю Не стоит Потому что Это может Разрушить Его Внутренний Мир Внутренний Мир Может Покачнуться Ну и В общем Все печально Будет Как верифицировать Себя В институте Я не знаю Я не верифицировала Себя Вообще Опиши Сколько Время Ты тратишь В день Чтобы проснуться Умыться Почистить Зубы На самом деле Это занимает Где-то Минут Позавтракать Не завтракаю Принципиально Не завтракаю Не могу Добраться на Чебу и обратно Уже не учусь Так что Я Только на работу Знаете Кто там Полтора часа Где-то уходит На путь Чем занимаешься После учебы Приезжаю домой И корми Своих кошек И включаю Компуктер Чтоб на нем Почитать Вот И все Чем Закончится История Я не могу Без тебя Но Чем Может Закончиться История Я не могу Без тебя Натут рук Пассивный Микрофил По кладбищу Ходил Что по-твоему Важнее всего В работе То что Она Нравится Если Работа нравится Она Перерастает Из работы Просто работы В хобби Которое Приносят деньги Почему Мебель Так Не любит Наши Мизницы Потому что Мизинец Чаще всего Оттопыривается И вот Ты не чувствуешь Габаритов Своей ноги Получается Так что Носи Тапочки Дай свои ссылки На ВК Инстаграм Фейсбук Если есть Твиттер Если есть Натчат Или другие Соцсети Которыми Пользуешься Окей Я на этот вопрос Дам ответ Непосредственно На Аске Вот Существует ли Действительно Безопасный Вид транспорта Нет Даже ролики Нет Даже собственные ноги Это Все равно Нет Самый топовый Аромат Для тебя Что-то Сладкое С нотками Мха Причем Вообще Есть Аромат Вампира Слав Называется Вот Он просто Он мою душу похитил Это Офигенный аромат Ну как раз Немножко сладенького Немножко приторного Немножко Такого Прохладного Замшелого Такой запах Обычного Леса В сумерках Это прям Тебе страшнее было бы Облысеть Или стать дураком Ну дураком Я уже стала Как вы можете Понять это Вот Ну Как бы Ни первое Ни второе Меня вообще Не смущает У тебя хорошая память Как тренируешь ее Что нравится изучать Ну Память Относительно У меня Визуальная хорошая память Память На словах У меня не очень хорошо Развита Ну и скажем так Что у меня была Ретроградная амнезия Поэтому Давайте не будем Опять Так Какая работа твоей мечты Знаете Я не буду на это отвечать Потому что Чисто теоретически Работа от слова Раб Раб Работает на кого-то Я хочу работать на себя Что тебе нравится изучать Ну Изучать Лешь Открываешь В час ночи Википедию И читаешь все подряд И все Ты великолепен У тебя куча ненужной Тебе информации Дострял в голове Потом правда Она вылезет Скорее всего Но Что-то останется Так Какого персонажа Комиксов Нужно придумать Кому Кого по-твоему Не хватает Не знаю Человека лени Есть специальные Синие плейлист Да Опять же На старой странице Печалька Так Как относишься К самокритике Самокритика Это когда Ты сам себя Критикуешь На самом деле Это не очень хорошо Потому что Ты не можешь Объективно Чаще всего Смотреть на ситуацию За которую Себя, кстати Критикуешь Поэтому Наверное Я бы сказала Что 50-50 Или больше негатива Какая работа Твоей мечты Ну Опять же Сылаемся На предыдущие ответы А Часто опаздываешь В твое отношение К тем Кто делает это постоянно Ну Не спеши То успеешь Но не всегда Лучше Пораньше Выйти И Немножко Подождать Человека Но получается Один человек Все равно Опаздывает То есть Ох Как Оксимирон Смог собрать Олимпийский Ну вот Как ты смог Легко Можешь расплакаться Что может На это повлиять На это повлиять Может и прессия Или Что-то Очень обидное Что Мне говорит Очень близкий друг Вот Как бы Два варианта И Третий Это Из жалости Не страшно летать в самолете Я никогда не летала в самолете И Надеюсь Что Если У меня что-нибудь Укусит Полететь на самолете То Это Будет Не страшно Что я не буду Бливать в пакетик Из-за того Что мы Странительно Набираем высоту Как обычно Набираешься в школу Ладно Блин Я когда училась в школе Я добиралась туда За 30 минут На автобусе Или троллейбусе Еще пешочком 15 где-то Ну Нормально Хочу Объяснить человеку Что он делает Неправильно Помоги Как Во-первых Надо знать Что он делает Неправильно Ну С вашей точки зрения Можно Просто попросить Ну Сказать ему Что Типа Вот Мне кажется Вот так Было бы лучше Попробуй Ну Дать совет В любом случае Можно Если ты Не высказываешь Претензионность То есть Именно Претензии Типа Вот Ты такое говно Зачем ты это делаешь Ну Это же Разные вещи Мне кажется Даже Несмотря на то Что У меня сейчас Такая сбивчивая речь Мне понять Довольно таки легко Я Не надеюсь На это Так Психологи Удраждают Что фиолетовый Фиолетовый Это цвет Недовольства Как много фиолетовых Вещей Окружает тебя Честно говоря У меня фиолетовый Только пижамка Такой сыр Твой любимый Сыр Плесень Под красное Полусладкое Но мне нельзя пить Ха Ты вообще И хотелось Собъясняться Вещественные Думаешь Это правда Конечно Сон Это анализ Нашего Мозга Нашего Разума Нашего восприятия Анализ того О чем мы волнуемся Анализ того Чего мы хотим И прочее Прочее И короче Это очень Интересная Сложная тема Которую лучше Разбирать В отдельном видео Считаешь В школе Нужен урок Финансового планирования Какого класса Его нужно вводить Вводите Шестого класса Финансовое планирование Тогда Если Люди Будут учиться Хотя бы Этому Пять лет У них Будет Больше багаж Знаний за плечами Тем у тех Кто этого не изучал Те кто этого не изучал Скорее всего Жуткие транжиры Как мне кажется Просто реально Жуткие транжиры Нравится ходить в зоопарк? Не очень Я стараюсь вообще Не ходить в зоопарк По какой причине Тебя вызывали в кабинет директора? Ой Это было очень много раз Это было за плохие оценки Это было за то Что мы в школе дрались Это было за то Что мы вне школы дрались У нас были конфликты И один раз Я на кухне Поймала таракана И пошла в директор Спрашивать Это что? Так Кухня На школьной? Блин Кухня Таракан Круто, правда? Так Что делать Если ромашка Больше не успокаивать Не успокаивать Не успокаивать Сходи к психотерапевту Собственно говоря Сходи к врачу Посмотри, что тебе там скажут Если Это не сильно Будет на тебя давить Если это не сильно будет Вить по твоим финансам То Почему бы и не пролечиться? Потому что Здоровый ум Здоровая память Это наше все Мы его несем Почему некоторые школьники После выпуска И продолжают учебу? Есть два варианта Один вариант Это они нашли свое дело Второй вариант Они ищут свое дело Не всегда Не всегда Если ты Учился Допустим Как я 12 лет На художника А в институт Идти не хочешь Опять же На художника Может я хочу Быть свадщиком Может я хочу Не знаю Колодцы копать Ну То есть Кто-то учится А кто-то копает Колодцы Давайте думаем так Любимые жанры Кино Это ужастики Мне не страшно Но Мне забавно Смотреть На действия Которые происходят В них Особенно интересны Ужастики Это Японские Тонкая красная нить По-моему Называется Или просто красная нить Ну Это такой Психологический Ужастик Больше То есть Что тебе Может вывести себя Что угодно Если я не на таблетках Можешь приступить Через принципы Чтобы достичь цели Вы Раньше могла Сейчас Вряд ли Тебе всегда Манят то Чего нельзя Нет Обычно Меня манят Перевоженки Но это не значит Что я их не могу Себе позволить Это значит Что я Просто не хочу Заниматься Точелевым годом То есть Если ты хочешь есть Ты можешь есть Яблоко Ты можешь Отварить кашки С сыром Что угодно Если питаться Реально питаться Детским питанием Допустим Как я делала Это в 2014 И фруктами То это Ужас получается Своебродный диет Если один раз в неделю голодать Один день в неделю голодать Просто на водичке Быть То Организм тоже Начинает Как-то под это Подстраиваться И уже не накапливает Такое количество жиров Что можно еще Любить зиму Кроме возможности Покататься на борде Что тебе нравится Зиме Зима Это очень красиво Зима Это праздничное настроение Если бы Не было Допустим Такой метели Было бы Побольше дней Которые можно Посвящать Исключительно Себе Своим близким За это уже Можно Из-за Маленькие чудеса Которые она вам Предоставляет Представь Есть возможность Переснять любой фильм И изменить Концовку в нем Какой фильм Это будет И какой ты делаешь Финал Над этим я не задумываюсь Потому что Я не режиссер Я не смогу Переплюнуть Стивена Спилберга А значит Короче Только свое снимать Только по своему сценарию Сценарию И без корректив Таких Которые мне прям Не понравятся Легко находишь Общий язык С новыми людьми Относительно Все в этом мире Относительно И люди Тоже Относительно Это зависит от того Как они настроены По отношению ко мне Что любишь брать К шашлыкам на пикник Та чего мне Намисель пить Так Что в твоем Миш-листе На следующем Начнем с того Что я не знаю Что такое Миш-лист Если вы узнаете Напишите об этом Пожалуйста В комментариях Я даже Не буду лезть В гугл Мне просто интересно Узнать это От людей Которые Знают Что это Почему Весь Рурэп Такой грустный Что веселого Можно послушать В этом направлении Да Вот это Забавный Блин Это офигенно Офигенная группа Офигенно сделан Клип Ну У меня Видеозапись На странице Вконтакте Можно посмотреть Грустный рэп Потому что Люди пытаются Выговорить из себя Что-то похожее на Маяковского Который У которого был Очень важен Ритм Но не очень важна Ритма Вот И типа Оп Что-то Что-то подобное Делать Хочу послушать Русрэп Но не Блэкстар А Нормальный Почу Подскажи Можно ли доверять Людям Как понять Что у человека Хорошее намерение Кто эти люди Я не знаю Обычно Чтобы начать Доверять человеку Я должна С ним пообщаться Хотя бы 24 часа Можно по отдельности Можно за раз Вот Тогда Начинаешь Более-менее Понимать Что Что за человек С тобой рядом Стоит И Ну как Уже Думаешь Сам доверять Или нет Так Теста Теста Я не буду Я отношусь К людям Которые Молчат По утрам Что хочется Потрогать Хочу потрогать Свою Кошку Любишь Не важно Что нибудь Сказали бы Почему Вам Нравится Или не нравится Такой формат Лично Мне он Не очень нравится Потому что Ну блин Я и хрен знает Кто по сути Я еще Ничего глобального Такого не сделала Чтобы у меня Что-то Появилось О чем можно Прям Говорить Говорить И говорить Желаю Хорошего настроения Спокойного сна Чтобы вас Не тревожили Проблемы И всем Пока Ну вообще Я честно говоря Не запоминаю дни Которые у меня Сейчас идут Потому что Я на лекарствах И мне серьезно Очень сложно Воспринимать Реальность Поэтому пока Довольствуемся Таким форматом Видео Субтитры сделал DimaTorzok